Вопрос. Какие дела должен сделать мусульманин, чтобы его паломничество было принято, если пожелает Аллах? Ответ. Хвала Аллаху. Чтобы паломничество было принятым, нужно вознамериться совершить его ради лика Аллаха, велик он и возвышен, то есть быть искренним. Паломничество следует совершать так, как совершал его посланник Аллаха, то есть необходимо следовать судне. Никакое праведное дело не будет принято, пока не будут осуществлены эти два условия. Искренность, Ихляс, и следование пророку, салаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах сказал, а ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать молитву и выплачивать закят. Это правая вера. Коран, сура Ясное Знамение, пятый аят. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, воистину дела оцениваются по намерениям. Каждый человек получит то, что он намеревался обрести, а также, кто совершит деяние, на которое не было нашего веления, то оно будет отвергнуто. Это самое важное, на чем должен сосредоточиться паломник – искренность и следование пророку, салаллаху алейхи вассалям. Ведь посланник Аллаха алейхи вассалям сказал, учитесь от меня совершать ваши обряды. Паломничество необходимо совершать на деньги, полученные дозволенным путем. Отправляться в паломничество на запретные деньги запрещено, а некоторые ученые даже говорили, что паломничество в этом случае не будет верным. Другие говорили, если ты совершил паломничество на имущество, добытое незаконным по шариату путем, то ты не совершил паломничество, его совершил только твой верблюд. Также во время паломничества необходимо остерегаться всего, что запретил Аллах, так как Всевышний сказал, хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Коран, Сура Корова, Аят 197. Паломник должен остерегаться всего, что запрещено как в паломничестве, так и вообще, творить нечестие, ослушиваться Аллаха, произносить запрещенные слова и совершать запретные деяния, слушать музыку и прочее. Также он должен остерегаться всего, что запрещено во время паломничества, близости с женой, сбривание волос с головы и ношение в состоянии ихрама такой одежды, которую пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил. Одним словом, следует отдалиться от всего, что запрещено в состоянии ихрама. Также паломнику следует быть мягким, легким и щедрым в своем имуществе и во всех делах, делать добро своим братьям по мере своих возможностей, не причинять вред мусульманам, как во время исполнения обрядов, так и на рынках. Паломник отдаляется от причинения вреда и создания давки во время обхода, во время ритуального бега, во время обряда бросания камешков и прочих местах. Все это то, что требуется от паломника или то, что он обязан совершать. Легче всего блюсти эти заповеди тому, кто будет совершать паломничество рядом со знающим человеком, рядом с ученым, чтобы тот напоминал ему о велениях религии. Если такой возможности у человека нет, то пусть будущий паломник читает книги ученых, которым можно доверять еще до отправления в паломничество, чтобы совершить паломничество осознанно и со знаниями. Ибн Осеймин Фетауа Ибн Осеймин Том 20, страница 21